Google, Винда, Скайп. Для многих пенсионеров все эти слова – набор непонятных звуков. Но только не для выпускников компьютерных курсов. Идея приобщить пенсионеров к современным технологиям принадлежит мэру Одинцова Александру Гусеву. Впервые лекции по программе «Основа компьютерной грамотности» начались в первой библиотеке в 2012 году. Сразу же лекции были востребованы, была огромная очередь по записи, можно сказать, даже на год вперед. Тогда Александр Альбеевич принял решение, что такие лекции необходимо проводить в каждой библиотеке города Одинцова. И тогда были оборудованы компьютерные классы библиотеки номер 2, библиотеки номер 4, библиотеки номер 3 в Немчиновском культурно-досуговом центре. А в 2013 году было принято решение организовать лекции по английскому языку. За все время курс «Основы компьютерной грамотности» прошли около 3000 человек. К английскому языку приобщилось 400, а в сентябре этого года стартовал набор в группы по изучению садоводства. Дипломы по этой новой дисциплине получили первые 30 выпускников. И все же самыми востребованными у пенсионеров остаются компьютерные курсы. Эти компьютерные курсы очень мне помогли. Хоть я сейчас и не работаю, но я могу общаться с полномоченными, с другими по домам, обмениваться опытом. И, в общем-то, ну и разумеется, все у меня есть. И сканер есть, и даже фото могу делать. И, в общем, и оплату произвожу через компьютер. Ну, мы так шли, конечно, думали, ой, мы такие, наверное, еще не знаем, вроде уже в возрасте. А потом, представляете, вот с таким преподавателем, который вот и ничего там сложного нет. Все он так хорошо объяснил. И садишься спокойно, и прям вот, как бы сказать, лучше не бывает. Принято считать, что компьютером в основном пользуется молодежь. Но и старшее поколение старается не отставать. А вы слева обгоняйте. Видеоигры я почти не, как говорится, не пользуюсь. Больше пользуется супруга. Меня больше, так сказать, интересуют новости в этих сетях. Общаюсь с одноклассниками, скайпом пользуюсь. У меня мобильный банк, Сбербанк. Я оплачиваю квартплату через интернет. Игра нет. Это не для нас. Новости. Новости, вот с одноклассниками там пообщаться. Вот это вот. С родственниками. С родственниками по скайпу. Это все мы прошли по программе. Все мы прошли. Так интересно, что ходишь домой, включаешь, поехал. Даже внучка у меня три с половиной года. И то говорит, бабушка, дай интернет. Вручая сертификаты, Александр Гусев пообещал, что работа в этом направлении будет продолжена. А новым слушателям курсов он пожелал успехов в освоении компьютеров, английского и огорода. Награждение сопровождалось праздничным концертом, который организовал Одинцовский центр народного творчества. Попасть на такие курсы могут пенсионеры или представители незащищенных слоев населения. Обязательные условия – прописка в городе Одинцово. Чтобы записаться на лекции, нужно прийти в библиотеку номер 1, 2, 3 или 4, либо позвонить по телефону, который вы видите на экране. На курсах можно не только приобрести знания, но и найти новых друзей. А кто-то даже нашел свою вторую половинку. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.